Чита Салиховых отметила юбилей совместной жизни. Юрий Сабирович и Эмма Антоновна Салиховой вместе уже 55 лет. Поздравить супругов со знаменательной датой пришли их дети, внуки, друзья. Торжество прошло в красивом и уютном зале городского ЗАГСа. Такие свадьбы встречаются довольно редко. Только любовь, преданность и уважение супругов помогают достичь этой даты. 55 лет – это весьма и весьма большой срок, и именно поэтому свадьба названа изумрудной. Изумруд – камень редкий, дорогой и очень красивый. Он символизирует собой отношения, которые сложились между супругами за долгие годы их совместной жизни. К этому времени супругами накоплен большой жизненный опыт, который по традиции они должны передавать своим детям и внукам. Это не просто дата, не просто дата для вашей семьи. Это дата, вот с большой буквы дата, вот такие истории семейной жизни нужно просто записывать и рассказывать молодым, как пример для подражания. Семья – это самое важное, что есть у человека. Она – залог гармоничной и счастливой жизни. Супруги Салиховой уверены – секрет семейного счастья – стараться никогда не разлучаться, уважать друг друга и поддерживать. Эмма Антоновна и Юрий Сабирович прошли через немалые житейские трудности. Сумели на протяжении 55 лет сохранить любовь, верность и уважение друг к другу. И молодым парам советуют беречь свои отношения. Побольше внимания друг к другу уделяли и понимали друг друга. Это главное. А остальное – все прибудет. Напить друг друга. Не отбирать друг друга. Ну как же. Уважать. Уважать друг друга. Юрий Сабирович и Эмма Антоновна с Салиховой поженились, когда ей молодой девчонке было 19. Юрий Сабирович был младше своей избранницы на полгода. На тот момент жили в Сибири в городе Прокопьевске. В 1973 году молодого Юрия призвали на службу на остров Русский. Родной город Прокопьевск оставили. Пришлось обживаться на новом месте. Эмма Антоновна пошла работать на стройку. Вот уже 40 лет, как супруги Салиховой живут в Приморье. Двое детей, три внука, внучка и один правнук. Главное – богатство Салиховых. Конечно, не боялись. Чего говорить. Квартира была трехкомнатная. Все это было уже. Ну и что. Какой народ без меня? Смотрите, куда она без меня? Собрали вещи, да и вперед. Это получается, с 1973 года. Вот в Тихо-Кеанске. Да, да, с 1973 года. Вот уже с 2001 года пошло. В этот день в адрес юбиляров звучало много слов о верности, любви и преданности. Терпении и заботе, мудрости и нежности. Супругов поздравили представители администрации, Совета ветеранов и Объединенные организации «Дети войны». Нелли Савинова, председатель общества, знает эту семью уже много лет. Ваша мама – это идеал в буквальном смысле слова. Идеал. Она человек, который не понимает слова «нет». Ей сказали «надо». Она встает, как военный, и идет. Она выучила не одно поколение военных строителей профессии. Она бригаду маляров, штукаторов, вела всегда вперед. Я не помню такого случая, чтобы у Эммы Антоновной была отстающая бригада. Она перестроила столько объектов. Вообще, мне кажется, в Москве не найдется такого человека, который бы столько построил, сколько построила она. Честь и хвала ей большая. Важный момент наступил, когда супруги расписались в альбоме почетных юбиляров, который хранится во дворце брагосочетания, как пример для будущих поколений.